Морские дьяволы. Самое засекреченное подразделение российских ВМС. Морские дьяволы, люди-лягушки, морские котики, живые торпеды, как только не называют бойцов самых загадочных спецподразделений мира, способных выполнять боевые задания и в глубинах океана, и в вражеских портах. Во всех армиях мира именно подводники считаются элитой спецназа, поскольку с одинаковым успехом способны проводить десантирование с помощью парашютов, выпрыгивать из низколетящих вертолетов с высоты 10-12 метров, проплывать десятки километров в бушующем море, опускаться на большие глубины и сохранять неподвижность в течение многих часов. Они виртуозно владеют специальным холодным и огнестрельным оружием различного типа, а при выходе на берег с легкостью начинают вести огонь из захваченных артиллерийских и ракетных установок. Немного истории. Прадедушкой современных боевых пловцов можно считать грека Скиллиса. В 480 году до н.э. эскадра кораблей персидского царя Ксеркса I бросила якоря у острова Эфбэя в Егейском море, чтобы переждать непогоду перед совершением военного рейда против греков. Профессионы ныряющих Скиллис вместе со своей дочерью Кианой во время шторма подплыли к кораблям и перерезали их якорные веревки. Налетевшая буря вынесла в открытое море и потопила более 200 персидских кораблей вместе с находившимися на них воинами. А благодарные греки впоследствии воздвигли в Дельфах памятник своему кумиру и спасителю. Известно, что арабские завоеватели часто использовали подводных саперов, которые со стороны моря закладывали бочки с порохом под укрепленные стены крепостей. Появление современного морского спецназа Пионером создания организованных подразделений морсподводных пловцов стала Италия, которая в 1918 году не могла похвастаться успехами в развитии современного военно-морского флота и вынуждена была искать другие пути для достижения побед на море. Итальянским инженерам удалось сконструировать на базе обычной торпеды специальный подводный транспортировщик. Скорость его движения по нынешним меркам была смехотворно мала. Всего два узла, или 3,74 км в час. Но в то же время это был гигантский прорыв в военном искусстве. В ночь на 2 ноября 1918 года два итальянских водолаза совершили первую удачную атаку, скрытно установив на австрийский линкор «Вирибус Унитис» минус с часовым механизмом. Мощный взрыв стал причиной гибели судна водоизмещением 21 тысяча тонн. Пришедший к власти Муссолини решил вернуть былое величие Римской империи, чему, по его мнению, должен был помочь подводный спецназ. Или люди-лягушки, как их называли в Италии. Созданная в марте 1941 года 10-я легкая флотилия МАС стала фактически первым полноценным подразделением морских пловцов в мире. Справедливости ради скажем, что в Красной армии подразделения водолазов-разведчиков начали создаваться еще в 1938 году, но их главной задачей было проведение операции на берегу, а водная среда использовалась исключительно как средство скрытного перемещения. Итальянские боевые пловцы провели серию успешных операций против англичан, самой известной из которых стала атака на тщательно охраняемый порт Египетской Александрии, где им удалось потопить танкер и вывезти из строя линкоры в Веллиэнд и Куин-Элизабет. В годы войны итальянские инструктора открыли спецшколу в оккупированном Крыму, где готовили немецких подводных диверсантов, а также участвовали вместе с ними в блокаде Ленинграда. Правда, здесь их постигла серьезная первая и серьезнейшая неудача. Советским водолазам-разведчикам удалось обнаружить подстрельные быстроходные катера итальянских диверсантов и попросту забросать их гранатами с берега. Новая история Завершение Второй мировой войны ознаменовалось официальным расформированием не только итальянского, но и всех других подводных спецназов мира. Но в отличие от СССР, который поверил словам своих союзников, последние продолжили развивать направление военной деятельности, подготавливая многочисленные отряды боевых пловцов для охраны своих портов и проведения деликатных операций в чужих странах. Чашу терпения советского руководства переполнили два события, заставившие начать формирование отечественных отрядов боевых пловцов. Первым стала гибель линкора «Новороссийск», взорванного итальянскими диверсантами в Севастополе в конце октября 1955 года. Она продемонстрировала абсолютно незащищенность советских морских портов от подводных диверсионных групп противников. Пока шло тщательно засекреченное обследование акватории порта и расследование обстоятельств трагедии, Никита Хрущев, прибывший 18 апреля 1956 года в английский Порсмут с официальным визитом, получил очередной довольно обидный удар по своему самолюбию. Оказалось, что пока шли деловые встречи с официальными лицами Великобритании, доставившая советское руководство эскадра в составе крейсера «Рджоникидзе», миноносцев «Смотрящий» и «Совершенный», была тщательно исследована британскими боевыми пловцами. Последним удалось установить мощность двигателей советских кораблей, являющихся одной из военных тайн СССР. Привыкший рубить с плеча советский руководитель дал свою знаменитую отмашку. Десятки конструкторских бюро принялись за разработку огнестрельного оружия, способного стрелять под водой, а из наиболее опытных водолазов начали создавать отряды будущих боевых пловцов. Советский морской спецназ. Мировой эталон качества. Конкурсный отбор был жесточайшим. К нему допускались лишь наиболее достойные пловцы, имевшие отличную водолазную, огневую, десантную и политическую подготовку. На последнем этапе конкурса из 12 кандидатов отбирался лишь один боец, полностью отвечающий предъявляемым требованиям. Первоначально боевых пловцов СССР вооружили специальными ножами, которые могли использоваться и в качестве специального ремонтного инструмента, и в качестве оружия. Такие ножи до сих пор являются обязательным атрибутом экипировки морского спецназа России. А осенью 2009 года новейший боевой нож подводника «Катран» был презентован президенту страны Дмитрием Медведевым. В 1968 году сменившего Хрущева на посту генерального секретаря ЦК КПСС Леониду Брежневу был продемонстрирован первый специальный патрон СПС, способный стрелять под водой. Говорят, что всегда эмоционально Леонид Ильич радовался как ребенок. Уже в 1970 году под этот патрон создали первый в мире подводный пистолет СПП-1, который немедленно поступил на вооружение созданного в том же году разведывательно-диверсионного формирования ГРУ «Дельфин». Кстати, советские военные разведчики с успехом использовали и живых боевых дельфинов, помогавших им скрытно добираться к цели, и нейтрализующих боевых пловцов западных стран. Новость о том, что советским конструкторам удалось разработать первый в мире автомат для подводной стрельбы, произвел на Западе эффект разорвавшейся бомбы. Ветераны американских и британских спецслужб рассказывали, что их командование вынуждено было в срочном порядке свернуть целый ряд разведывательных операций в советских портах, поскольку боялась потерять боевых пловцов, на подготовку которых были потрачены долгие годы и значительные денежные средства. В 1981 году по личной инициативе Юрия Андропова в КГБ была создана, пожалуй, самая засекреченная группа боевых и подводных диверсантов мира, которая на сегодня преобразовалась в центр специального назначения ФСБ России. Самый мощный морской спецназ мира. Даже кичащиеся своим профессионализмом американские морские котики признают, что не желали бы вступать в открытое противостояние с российскими боевыми пловцами, имеющими на вооружении наиболее современное стрелковое оружие, способное поражать цели под водой. Они с удовольствием принимают участие в совместных учениях и соревнованиях, стараются принять российские методы подводной диверсионной борьбы. Точную информацию о проводимых отечественными боевыми пловцами операций мы не найдем нигде, поскольку они никогда не попадают в плен, и ни одному, вступившему с ними в противостояние врагу, не удалось покинуть место схватки живым. Известно лишь об их участии в отдельных операциях во Вьетнаме, в Мозамбике, Анголе, Египте, Никурагово, на Кубе. В Афиопии морской спецназ в течение шести лет охранял подходы к блокированному порту Дахлак, уничтожив несколько диверсионных групп противников. В распоряжении российского спецназа имеется наиболее современное стрелковое оружие, о котором мы поговорим в ближайших публикациях. Специальные средства передвижения, включая легендарные мини-подлодки «Пиранья», доставляют бойцов в пункт назначения, а изолирующие противогазы позволяют часами находиться под водой в засаде, ожидая приближения цели. Боевые пловцы совершают прыжки с парашютом с высоты до 800 метров, а также спрыгивают в воду из вертолетов с высоты до 10 метров на расстоянии до 15 километров от береговой линии противника. Они могут скрытно преодолеть десятки километров, неожиданно вырастая перед противником, как настоящие морские дьяволы, сеющие смерть и разрушение. Сегодня российский спецназ является элитой не только российской военно-морского флота, но и всей армии страны, а о службе в нем мечтают десятки тысяч молодых россиян. Военкор-ТВ Наш девиз Честно о важном, просто о сложном, понятно о спорном. Информация для видео взята из открытых источников. Некоторые положения могут иметь спорный и неоднозначный характер. Приглашаем всех наших подписчиков и случайных зрителей активно принимать участие в обсуждении видео, а также отмечать его заслуженными лайками или дизлайками. Подписывайтесь на Военкор-ТВ и вы получите возможность первыми просматривать наше новое видео. Если вы готовы оказать материальную помощь для развития нашего канала, то можете пересылать пожертвования на банковские карты, которые вы видите ниже. А размер пожертвований значения не имеет. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...